Итак, мы сейчас с вами находимся в магазине прицепов, и тут вполне себе очевидно, есть у нас прицеп под эвакуатор. Давайте мы сначала посмотрим на него. Ну, впр... Ой. На и добрейшего времени суток, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала, добро пожаловать на моё новое видео по игре Евротрак Симулятор 2. И сегодня, друзья, в рубрике обзоры модов мы посмотрим на платный пак Mercedes-Benz Sprinter. Здесь, получается, аж целых четыре у нас будет, ну, по факту три, но как бы четыре спринтера различных мастей. Здесь у нас есть и что-то типа подобие маршрутки, и из этого же можно просто собрать пенел-вегом, то есть, ну, просто цельнометаллический кузов. Также у нас будет шасси с будкой, и также из этого шасси с будкой можно сделать ещё и эвакуатор. В общем, короче, мод мега-кастомный и выглядит достаточно неплохо, я вам хочу сказать. Всегда мечтал побегать по улицам родного города? Тогда залетай в новую бесплатную онлайн-игру про Россию. Только здесь ты сможешь посетить Москву, Красную площадь, Сочи и многое-многое другое. А чем же там заняться, спросишь ты? Лично я рекомендую тебе обратить внимание на недавно полностью обновлённую работу дальнобойщика. Только в NextRP ты сможешь купить любую фуру, прокачать её и отправиться на заработки по просторам нашей необъятной родины. Но будь осторожен, везя ценный груз, на дорогах тебя могут встретить настоящие сотрудники ДПС и даже бандиты. Ну а если дорожная романтика не твоё, то ты можешь устроиться на работу в одну из шести государственных организаций, пристроиться курьером в ближайшее отделение почты, либо открыть свой собственный бизнес. А выходной день ты можешь провести в продвинутой арене с новейшими режимами ПВП, в которую включены увлекательнейшие режимы стенка на стенку, захват флага и даже королевская битва. А верным товарищем тебе будет в этом огромнейший арсенал оружия с функцией прокачки. Помимо всего прочего, автопарк NextRP включает в себя более сотни реальных автомобилей, яхт, вертолётов и даже самолётов. И каждый из них можно протюнинговать по своему вкусу. Если ты боишься, что всё это великолепие твой старенький ПК просто-напросто не потянет, то можешь не переживать. NextRP оптимизирован для игры на слабых компьютерах. Всё это и ещё тонну контента ты сможешь найти только на NextRP. Переходи по ссылке в описании и регистрируйся с моим промокодом ELIFE, который даст тебе приятные бонусы на старте твоей карьеры. Увидимся на серверах проекта NextRP. Ну, начнём, наверное, давайте с нашей привычной такой маршрутки, можно даже так сказать, наверное, да. Вообще, давайте я расскажу, как я выстрою обзор. Я так полистал, посмотрел. У них что, в принципе, наружный, что внутренний тюнинг, он практически идентичен. Ну, конечно, в зависимости от того, какое там шасси и так далее и тому подобное, тюнинг будет немножечко меняться. Но по салону плюс-минус, опять же, вот что касаемо именно кабины, я не говорю сейчас про заднюю часть конкретно этого спринтера, да, там тюнинг очень такой весьма интересный. Итак, давайте посмотрим на то, как выглядит, во-первых, машина снаружи. Ну, в принципе, выглядит действительно достойно. То есть я каких-то явных лютых, лютейших, я бы даже сказал, косяков здесь не вижу. Всё сделано достаточно приятно, достаточно качественно, если хотите. То есть, ну, прям очень-очень-очень солидно выглядит этот Мерседес. Ну, по крайней мере, наверное, сейчас это самый качественный спринтер, который, в принципе, есть в Евротраке. По кабине она у нас здесь одна, называется Airstream. Дальше у нас одно шасси. Кстати, выдовый он у нас, нифига себе, полноприводный Мерседес. Движок здесь у нас один на 188 лошадиных сил. Это 3.0 V6. Коробка у нас также одна. Это 5-ступенчатый автомат. Ну и салон, ребята. Салон здесь у нас выглядит следующим образом. Он у нас, естественно, свой. Сразу вижу косяки. Это вот здесь вот немножечко, как бы, светло. Просто вот здесь вот спереди, в модели интерьера, нужно поставить тень. И чтобы снаружи свет сюда не попадал. По качеству текстур, ну, вы всё прекрасно сами видите. Пластилин конкретный. Ещё и плюс ко всему, блескучий пластилин. Вот здесь вот я вижу очень много пикселов. Вот здесь, то есть на сгибающихся каких-то элементах, вот этих косяков, очень-очень много. Так, в принципе, в целом, сама модель, сама модель салона выглядит, согласитесь, неплохо. Просто нужно поработать над текстурами. Запечь их, дать им теней, и всё будет хорошо. Здесь у нас вот такой вот, ребята, салон. Это, я не знаю, что это такое. Здесь есть даже газовая плита. Здесь по факту можно просто жить в этой машине, и квартира тебе нахрен не нужна, потому что, ну, реально, здесь можно жить. Здесь лютейшая музыка, пионер, насколько я понимаю. Классные такие капитанские кресла. Дверь, правда, замурована, как бы, да. Ну, ладно, ничего страшного. Ладно, здесь можно, в принципе, жить. На крайний случай, можно пройти вперёд и выйти как-то спереди. Не, ну, салон у него, конечно, очень-очень интересный. По покраске, естественно, она поддерживается. Это обычные у нас идут цвета, да. Ну, либо под металлик. Каких-то скинов тут заранее подготовленных у нас, к сожалению, нет. По тюняшкам. Самое интересное. Давайте, ребят, мы, наверное, сейчас с вами с пристрастием посмотрим на именно этот спринтер. Ну, а потом, впоследствии, просто я вам покажу, чем другие шасси, да, другие варианты этого мода отличаются именно от этого спринтера. Колёсные диски у нас свои, ребят, стоят. Обратите внимание, сток. На это не обращайте внимания. Просто у меня кое-какие моды тут подключены. Ничего страшного в этом нет. Шины. Ну, здесь как-то странно, знаете, диски привязаны к шинам. Очень для меня непонятный вариант. Но, тем не менее, здесь можно сделать вот такое даже литьё. Сзади то же самое, ребята. То есть, у нас один диск, мы его ставим и на него уже натягиваем, соответственно, типа якобы резину. Ну, она же шины по факту. Здесь вот такие вот лампочки мы с вами сможем поставить. Почувствую себя дальнобойщиком, что называется. Давайте, может быть, как-то ближе подойдём, потому что точек очень много. И глаза, если честно, ну, как-то немножечко разбегаются. Здесь, в этом месте мы можем поставить любой номерной знак. Тут есть и немецкие. Только немецкие. Только французские. И даже какие-то американские. Ну, в принципе, этот спринтер достаточно часто встречается в Америке. Так что я вообще не удивлён, что здесь, допустим, колорадские, не жуки, а номера висят. Да и причём, кстати, свежие. Обратите внимание, за, получается, февраль 2022 года. Это прикольно. Здесь вот такую историю можно влубить. Ну, нихрена ж себе. Не, ну, я поставлю, наверное, вот так. Логотипчик даже можно у нас перекрасить. Здесь у нас, ага. А, боковые линии, обратите внимание, тоже можно перекрасить. Типа а-ля люксовый, как бы такой замутить, да. Здесь у нас маска фар идёт. Ну, давайте тоже мы её сделаем под хром. Естественно, куда же без этого. Единственное, что-то я не могу найти, где у нас меняется... А, вот он, вот он, вот он, вот он. Крашеный бампер. Ну, теперь это просто люкс, ребята. Это просто люкс. Люксе некуда. Вот если вы где-то найдёте, пишите. Но я думаю, что люксе найти у вас не получится. Так, это у нас поменялись зеркала. Здесь вот такие дополнительные лампочки. Здесь, пожалуйста, ручки поменяйте. Это у нас уже пошёл тюнинг салона. Его там дофигище, просто дофигище. Здесь свет в салон у нас ставится. Здесь вот такая балка-мегалка. Ёп, росте. Здесь у нас сверху, давайте поглядим, солнечные панели. Ну, так как это, типа, такая машина автономная, можно сказать. Да, поэтому, может быть, это и оправдано. Здесь, пожалуйста, руфрек у нас с дополнительными багажниками можно влупить. В этом месте мы можем раскрыть тент разных цветов. Ну, это, типа, если какие-то вы там постановочные скриншоты делаете. Почему бы нет? Можно это замутить. Так, тут... А, ну, это уже у нас пошёл тюнинг салон, насколько я понял. Да, это у нас уже тюнинг салон. Да, короче, пошёл у нас здесь конкретный уже тюнинг салон. А так что, я думаю, наверное, здесь мы, в принципе, с внешкой завершили. То есть, внешка, как бы, по сути, да, она меняется и выражается на всех моделях только в том, что меняется бампер, меняются колёса. Возможно, именно на панельной вот этой компоновке поменять вот эту полоску, добавить вот это на крышу, поменять зеркала, там, лампочки и так далее и тому подобное. То есть, навесной вот это всё, да, оно везде одинаковое. Просто оно везде одинаковое. А если мы уже будем брать, ну, будку так называемую, да, там уже будет немножечко иной тюнинг. Ну, вот на панельных именно вот такая история. По тюнингу салона давайте тоже поглядим. Здесь мы остановимся, я чувствую, очень надолго. У нас два типа рулей. Здесь у нас лампочки. Здесь у нас, мы с вами посмотрели, зеркала. Тут у нас вешаются дефолтные вонючки. Здесь вот эти элементы можно сделать либо чёрными, либо бежевыми. Здесь два варианта GPS-навигатора. А, ну вот они, да. Ой, как вот это прям здесь заметно. Но больше это заметно вот здесь. Так что всё-таки как-то этот момент надо исправлять. Ну, действительно, человек захочет поставить бежевого цвета. Но вот это вот всё надо как-то сгладить ребятам, постараться это всё сделать. Ручка селектора КПП у нас меняется. Соответственно, по низу тоже всё у нас можно сделать бежевым. Вот эти вставки тоже у нас делаются бежевыми. Пол у нас можно сделать бежевый. Обалдеть. Ручки либо с пластика, либо на пиано black. Вот такую вот наклейку можно сюда пришпандорить. Сами сиденья у нас, обратите внимание, меняются. Здесь у нас идёт тюнинг сидений. Здесь хром, фар. А, ну это фары у нас тут так меняются. Отлично, прямо с салона можно поменять. Ну, а чё, удобненько. Так, здесь, ух ты, даже вот так вот можно сделать. Ни хрена себе. Но сразу светлее становится. Здесь весюльки. Здесь весюльки на лабаш можно воткнуть. Сисл, кстати, не поддерживается. То есть, он включён у меня, но, к сожалению, здесь я никакого тюнинга на Сисл не вижу. Переходим сюда, наверное, да. Здесь First Aid. Ну, это, видимо, какая-то аптечка. Здесь огнетушитель. Их не видно. Шагалки здесь нет. То есть, я не могу дальше перейти в салон для того, чтобы посмотреть, что я здесь поставил. И по факту мы просто что-то ставим. Ну, будем знать то, что там какой-то огнетушитель или какая-то аптечка. Просто будем этим удовлетворены. Так, давайте я сделаю вот так. И всё, залагало. Так, аккуратно. Чтобы не перещелкнулась камера, иначе будет очень плохой обзор. Так, здесь потолок подбежевый у нас идёт. Тут у нас тент. Это мы смотрели снаружи. Здесь, ну, вот тоже некоторые элементы можно подбежевый перекрасить. Видите, вот это всё подбежевый у нас красится пол. Ну, пол, я думаю, можно будет сделать чёрным. Ничего страшного в этом нет. Вот такой у нас сюда ставится стол. Здесь закрыть можно окна. Не знаю зачем, хотя там люди едут. Ну, ладно, не суть. Вообще, в принципе, весь интерьер можно подбежевый перекрасить. И он прям действительно становится бежевый. Единственное, вот это только у нас подбежевый не меняется. Вот это, вот это. Я хочу всё сделать в бежевый. Чтобы всё было бежевого цвета. Чтобы я заходил сюда, и меня, сука, начинало тошнить. Ой, ребята. Не, ну, турки, конечно, молодцы. Такие приколдесные моды делают. И, в принципе, всё. То есть больше здесь по салону ничего мы поменять не можем. Да, машина, конечно, злючая. Это что-то с чем-то, ребята, конечно. Не, ну, кстати, может быть, может быть, у них там, ну, вот эта тема, она достаточно популярна. Преобразовывать вот в некие подобные дома на колёсах эти автомобили и уже что-то с ними делать. Ну, ладно, в общем, давайте сейчас мы с этим заканчиваем и посмотрим на обычный цельнометаллический фургон Mercedes-Benz Sprinter. А теперь давайте посмотрим на цельнометаллический фургон. Ну, в принципе, выглядит он плюс-минус ровно так же, как и, так скажем, пассажирская версия этой машины. Да, только у нас, естественно, нет этого богатого салона, нет у нас здесь окон и так далее. То есть, ну, выглядит абсолютно так же. Тот же самый салон, но только здесь у нас уже стоит глухая перегородка. По характеристикам, что мы видим, естественно, у нас один кузов, у нас полноприводное шасси, у нас тот же самый двигатель, у нас та же самая коробка, у нас абсолютно, ребята, точно такой же салон. Вот она, кстати, эта перегородочка, ну, выглядит, кстати, она даже очень-очень неплохо. Те же самые варианты покраски, по тюнингу, ребята, всё абсолютно то же самое. Всё, что есть у нас в том моде, оно есть и здесь. Но почему-то я не увидел вот этого там, хотя это бы там смотрелось очень-очень интересно. Может, проглядел, хрен его знает, но вот это лучше бы я поставил именно туда. В остальном всё то же самое, абсолютно. Поэтому, ребята, я даже не вижу смысла задерживаться здесь. Погнали, посмотрим на будку. Вот он, друзья, пожалуй, это будет самый интересный вариант этого самого спринтера. Итак, это у нас, как мы видим, уже конкретная грузовая история. Вот так вот он круто выглядит. Тут у нас цепное устройство. Здесь подключаются кабели. То есть, очевидно, тут есть прицепы. Он, я вам скажу по секрету, действительно есть. Посмотрим чуть-чуть попозже. Вы просто посмотрите на детализацию подвески. Давайте я как-то попробую, может быть, вот так вот поближе немножечко подойти. Да, то есть у нас тут и подушки, и всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Здесь, ну, прям просто красота. Цвет, конечно, ну, имеется в виду текстуры, что у резины, что у пластика, что у железа, как всегда, один. Ну, ладно, ничего страшного. Простим эти все косяки. Будем считать то, что это, так скажем, первая версия, пробная версия этого мода. Итак, по кабине. Одна у нас кабина. По шасси здесь у нас меняется либо шторно-бортовой, либо мы с вами можем выбрать вот такой замечательный эвакуатор. Ну, это просто какой-то эвакуатор из будущего. Ещё и прицеп сюда можно зацепить. То есть, ну, тут прям просто охренительный эвакуатор. Давайте сразу посмотрим, какие варианты мы автомобилей сюда сможем загрузить. Нажимаем вот сюда и смотрим. У нас тут SQ7. Аудиушка новая. Нифига себе. В различных цветах она у нас тут присутствует. BMW i8 у нас также есть. Красная. Белая. Не, ну, прикольно на самом деле. Очень прикольно. Очень прикольно это всё смотрится. В остальном, господа, опять же, всё то же самое. Разницы нет абсолютно никакой. Поэтому мы с вами быстренько сейчас поменяемся вот сюда. Здесь у нас тот же самый двигатель, та же самая коробка. Абсолютно тот же самый салон. Та же самая покраска. По тюняшкам. Абсолютно всё то же самое. Наверное, за исключением того, что у нас немножечко меняются вот эти боковые, так скажем, отражатели, юбки. Ну, короче, ладно, вы поняли меня. Здесь можно фендера у нас немножечко поменять. И, в принципе, понизу вроде бы всё. И здесь сверху мы с вами меняем непосредственно сам тент. Он у нас может быть голубой, крашный под цвет нашей кабины, красный либо белый. Вот, в принципе, и всё. В остальном, господа, всё абсолютно то же самое. Поэтому сейчас я предлагаю купить этот автомобиль и отправиться в магазин купить себе трейлер. Итак, друзья, в этом моде есть два прицепа. Первый из них это естественно эвакуаторный. Ну, что-то типа того, да. И второй это как раз-таки вот этот самый шторно-бортовой под ту сцепку, которую я купил до этого года. Ну, давайте для начала посмотрим, как у нас выглядит и как смотрится вот именно эвакуаторный прицеп. Ну, он очень-очень простой. Я вижу здесь литые диски, почему-то зелёного цвета бампер. Ну, кстати, это можно зацепить и сюда, и как бы плюс-минус даже и груз везёшь, и вроде бы тачку какую-то перевозишь. Тип сцепки у нас, естественно, один. Кузов у нас вот такой, шасси такое, покрасочка не работает. Да, не работает покраска. А по тюняшкам, ну, здесь всё на самом деле стандартно. То есть даже если вы поставите просто вот, ну, по идее, я-то думал, что здесь какие-то стоковые колёса вставятся, но по большому счёту разницы здесь, как мы видим, нет никакой. Вставка хромированная, зелёная, либо крашеная под цвет кузова. Всё, теперь я спокоен. Так, давайте мы теперь перейдём на... О, кстати, подожди, а почему-то я не увидел, знаешь чего? Я не увидел точки с машинами. Реально, то есть я не вижу здесь точки, где я себе могу поставить какой-то автомобиль. То есть получается... Не понял. Вот это очень интересно. Нет, это правда, это вот не смешно, но это очень интересно. Я думал, что здесь, по идее, как бы, типа, ставится тачка, и всё, и ты ездишь там, балдеешь, типа, а-ля, какие-то грузы возишь, ну, с понтом, там, эвакуаторщиком работаешь и так далее. Но здесь ничего нет. Хм, интересненько. Очень интересненько. Ладно, я тогда, наверное, для проверки в игре возьму именно этот прицеп и посмотрю, будут ли на него выпадать грузы. Так, давайте теперь посмотрим на шторно-бортовой. Ну, тут как бы, в принципе, понятно, что какие грузы будут, да. Шторно-бортовой у нас перевозит чуть ли не всё вообще, в принципе, то, что существует на планете Земля. Тип сцепки, естественно, один, кузов у нас также можно поменять цвет тента, ну, в зависимости от того, какого у вас на машине тент, можно также этот тент сделать и здесь. Шасси одно, покраска кузова у нас также какая-либо, в принципе, отсутствует. Из аксессуаров, что у нас тут есть, также те же самые боковые юбки, да, также абсолютно они кастомизируются. Здесь у нас фендера, нет, это колёса, которые также не меняются, то есть тут у нас по дефолту сразу же уже стоит непосредственно литьё, то есть и на машине как бы по-хорошему надо ставить литьё. А вот фендера как раз-таки, да, у нас фендера, ребята, идут под покраску. Всё, я понял, я вас понял. И всё, из тюнинга больше здесь, по большому счёту-то, ничего и нет. Ну и мы видим, как ужасно, конечно, очень ужасно блестит тент, хотя на машине вроде бы незаметно. Ну, хотя нет, тоже видно, что блестит. Ладно, ребятки, отправляемся на тесты. Очень-очень спорный мод. Итак, друзья, я тут начал тестировать, ну, по факту, получается, да. То есть, если вы цепляете прицеп эвакуаторщика, то у вас, пожалуйста, вот они, те самые груза, которые мы типа якобы должны были поставить, но по факту вот они у нас все появились. Да, вот они, пожалуйста, чтобы вы ещё раз видели, что всё перезагрузилось. То есть, все вот эти аудюшки, бмвшки и так далее и тому подобное. Здесь это всё, пожалуйста, присутствует. Ночные тест-драйвы, друзья. Давайте подадим питание. У нас заработал только бортовой компьютер. Снаружи машина у нас, кстати, вот, пожалуйста, обозначилась. То есть, что-то типа ДХО тут у нас присутствует. Дальше мы с вами, давайте, включим габариты. Вот такая яркая белая у нас подсветочка всего, чего только возможно. Вот так у нас выглядит ближний свет фары и вот так у нас выглядит дальний свет фар. Да, я играю зимой. Я решил сделать так, что, ну, раз на улице зима, то и в игре, короче говоря, будет у меня зимний мод. Ну, не знаю, оцените вы это или нет. Если что, пишите, пожалуйста, ребят, в комментариях. Снаружи вот так вот у нас выглядят габаритики, как новогодняя ёлка. Весь прям засветился. Обалденно на самом деле смотрится. Вот так у нас выглядит ближний свет фары. И вот так у нас снизу, где туманки включаются, дальний непосредственно. Вот так у нас выглядит аварийная сигнализация. Везде она, пожалуйста, работает без каких-либо проблем. Даже на прицепах. Подсветка номера даже у нас есть. Вот так у нас выглядит задний ход. Очень такой активный, я бы сказал, сигнал, не сигнал, а свет от заднего хода. Именно на самой машине. Прям очень ярко, удобно будет парковаться в любом случае. Аварийка, пожалуйста, у нас работает. Ну, то есть здесь, в принципе, вся индикация у нас есть. Вся индикация рабочая. То есть здесь в этом плане всё здорово. Так, давайте заночуем там наверху, в этом замечательном скворечнике. И, в общем, да, дождёмся утра. Пошёл снег, друзья. Но, по большому счёту, как бы нам это даже, опять же, на руку. Потому что мы сможем посмотреть, как у нас здесь всё сделано с капельками. Ну, видно то, что мёртвая зона где-то присутствует вот здесь. Вот тут какой-то непонятный что. Вот тут тоже непонятно что. Короче, это нужно настраивать в любом случае. Вот так вот у нас работают дворники. Очень странно у нас вот эти полосочки. Обратите внимание. Да, сейчас я попробую как-то это всё дело выловить. Так, ну, наверное... Вот, да, видно. То есть дворник у нас загибается так, а полоска ровная. Ну, короче, это нужно править. Обязательно это нужно править, потому что смотрится это некрасиво. И всегда это будет перед глазами. Ну, короче, такое себе. Прям реально такое себе. Снаружи дворники у нас анимированы. Конечно, странный у них какой-то режим работы. Снаружи они как будто бы заедают. Ну, здесь в салоне вроде бы как, вроде бы работают неплохо. Ну, и пошире надо, потому что вот это вот здесь постоянно перед глазами. Короче, дворники нужно перерабатывать именно следы срабатывания. Так, давайте мы всё это дело замечательно выключим. Перейдём опять же сюда. Настройка сидения у нас, обратите внимание, работает. Регулировочка руля. А у нас только получается в обратном как будто каком-то направлении. Ну, хотя, может быть, меня и прёт. Так, здесь у нас всё хорошо. И давайте мы, знаете, руль, наверное... А, ну всё, я понял. Да-да-да. То есть он тут немножечко попутки у нас делает. Настройка зеркал. Левое зеркало работает. Малое левое работает. Переднее зеркало, оно же по факту у нас салонное. Бокового зеркала у нас нет. Правое зеркало имеет регулировочки. И малое правое также у нас, пожалуйста, регулировки какие-либо имеет. Прицеп. Давайте мы попробуем расцепиться. Так, вот так вот он у нас отвалился. Давайте я запущу мотор немножечко вперёд. Пройду. Звуков, конечно, слышно не будет, как бы. Но ничего страшного. Мы здесь в первую очередь для того, чтобы проверить, как это всё у нас сцепляется именно вот прям со своим собственным прицепом. Так, аккуратно. Ага. А как я, по-вашему, должен это всё цеплять? Интересненько. Очень прикольно. То есть, либо просто нужно мега-мега аккуратно подъезжать. Может быть, я просто слишком быстро нёсся. Давай прям очень аккуратно. Да, нужно просто поаккуратнее это всё делать, и всё будет хорошо. Давайте проверим пневмоподвеску. Передняя пневма у нас, пожалуйста, есть. И также спокойно она встаёт в транспортное. Можно у нас также задрать мордаху без проблем. Задняя пневма у нас тоже присутствует. Можно поднять её. Можно её опустить. То есть, прям такой... Хо-хо-хо-хо. Лоу-райдер у нас конкретный получается. Но выглядит достаточно интересно. Стеклоподъёмник, обратите внимание, присутствует. Вот водительский и пассажирский также у нас на местности. Всё это поднимается. Всё это, пожалуйста, работает без каких-либо проблемосов. Бортового компьютера у нас нет. То есть, просто отображается скорость и, по всей видимости, пробег. Из каких ещё-либо анимаций я больше ничего не вижу. Кнопки блокировки тоже не наблюдаю. То есть, хотя машина, в принципе, якобы полноприводная заявлена. Но, в любом случае, блокировка эта есть в игре. И в любом случае, она будет работать всегда. Да, неважно, есть тут эта кнопка, есть ли здесь эта индикация или нету ли её. Блокировка эта по умолчанию. Она будет работать всегда, абсолютно, то есть, в любом случае. Ну что, господа, на этом тогда давайте прощаться. Что сказать по этому моду? Нужно, конечно, над ним ещё поработать. Нужно приложить руку по текстурам салона. По внешке, ну, в принципе, смотрится неплохо. Я бы, на самом деле, ничего здесь менять не стал. То есть, моделька действительно очень-очень неплохая. Очень-очень качественная, да. И, в принципе, каких-то явных косяков, которые прям фу-фу-фу мешают играть, я не наблюдаю. Ну, тени бы только понизу добавить, да. Чтобы как-то больше уюта создавалось и не было вот этой дырявости понизу. Ну, а так, в принципе, очень-очень неплохо. Можно ездить и получать удовольствие. Дальше, господа, я вас оставляю наедине с этим замечательным модом, с его звуками, с его, возможно, какой-то изменённой физикой. Будет, кстати, интересно посмотреть, как зимняя физика это всё взаимодействует. В общем, ребят, спасибо вам всем огромное за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ссылки на мод в описании. Если захотели, покупайте. Не захотели, не покупайте. Я здесь не выступаю в роли продавца, торгаша какого-то, да. Я просто показываю и рассказываю о моде. Всё. На этом моя, так скажем, работа в этой степи и ограничивается. С вами лучшим, друзья, пожеланиями. Пока-пока. И ещё обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok